Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Значит, адвокат Ефремов Ильман Пашаев обвинил Скобееву в дешевом хайпе и фейкометстве. Давайте разберемся, что он имел в виду. Вы все наверняка знаете, что Скобеева показала кадры того, как якобы Ефремов предлагает взятку сотруднику госавтоинспекции, говоря о том, что давайте вот, мол, того, что я сейчас уйду, а потом вам все деньги принесу. Сами сотрудники госавтоинспекции опровергли эту информацию, как пишут СМИ. Ссылаясь на источник в правоохранительных органах, заявив о том, что в протоколе отсутствует какое-либо упоминание того, что Ефремов пытался давать деньги, предлагать деньги в виде взятки и так далее. Значит, мне интересно все-таки посмотреть, она в утвердительной форме говорила это или нет. Если в утвердительной, то вроде пишут, что Ильман Пашаев планирует заявить об этом, как вот на Соловьева за разглашение экспертизы, так и на Скобеева, в общем-то говоря, за утверждение о том, что Ефремов совершал преступление, которое он не совершал. В частности, дача взятки должностному лицу при исполнении. Раз госавтоинспекция, как ссылаются на источник в органах, опровергает эту информацию. Но вчера появилась информация, что это видео приобщено к материалам дела. То есть, Добровинский сказал, что просматривая материалы дела, он это видео нашел в материалах дела. То есть, оно все-таки присутствует. Но другой разговор, что оно может быть приобщено, как совокупность всех тех видео, которые были после ДТП. Но именно по этому видео судить, вырывать его из контекста и говорить, что Ефремов пытался кому-то дать взятку, это, конечно, искусство вывернуть и выдать белое за черное, а черное за белое. Поэтому вполне возможно, что... И не вполне возможно, а точно, раз говорит Добровинский, это видео есть в материалах дела, но совершенно это не означает, что он там кому-то пытается дать взятку. Так вот, адвокат Альман Пашаев и Ефремова сказал, что это хайп и просто фейкометство натуральное. Адвокат Михаила Ефремова высказался по поводу кадров, на которых его клиент, возможно, пытается дать взятку представителю ГИБДД вскоре после смертельного ДТП. Юрист подчеркнул, что в тот момент артист вообще ничего не соображал, а также назвал данное видео просто фейком. При этом, согласно источнику в правоохранительных органах, актер действительно не пытался откупиться от сотрудника госавтоинспекции. То есть, даже в ГАИ уже говорят, что никакого там не было того, чего Скобеева опять напридумывала. Значит, во время ДТП, говорит Альман Пашаев, он вообще не соображал, что можно с него спросить. Это какой-то дешевый хайп, цитирует Пашаева РБК. Значит, в то же время в разговоре с РИА Новость юрист назвал видеозапись фейком. Он сказал, давным-давно были бы материалы уголовного дела, если бы соответствовал действительности. Давно бы возбудили дело. Вы же знаете, как техника развита. Моим голосом можно говорить все, что угодно. А видео на месте сняли, продали и потом сделали монтаж. Выразил он свое мнение. Ну, имеется в виду, что если бы действительно была дана оценка следователям, правовая оценка того, что на этом видео Ефремов пытается дать взятку, выделили уже бы давно в отдельное производство и завели бы еще на него одно дело за попытку дачи взятки. Но, раз этого не было сделано, то утверждать этого, конечно, это невозможно. Поэтому он называет, что это просто какой-то хайп. Но он имеет в виду, под хайпом не попытка какой-то приобретения популярности, а больше вот эту вот травлю на вырванных из контекста вещах. Это недопустимая вещь. Я считаю, что недопустима травля человека до суда, да и после, в общем-то, вынесения приговора. Она недопустима. А тем более с использованием материалов дела по федеральным телеканалам. И у нас вообще впечатление такое, что федеральные телеканалы – это филиалы неких государственных органов, которые могут устраивать судилища. Скобеева неоднократно, к примеру, спрашивала просто, как журналист, задавала вопросы, вполне точные такие вопросы. Вы знаете, как будто и кто-то их подготовил. Говоря о том, предупреждая гостей, что их ответы будут использованы против них в суде. Вы можете себе это представить? Это же просто какая-то фантастика. Поэтому это просто вот эти программы – это некие филиалы, как мне кажется, определенных структур. По-другому это уже никак не назовешь. Поэтому вот такие вот известия. С вами был Будда Гришна. Ребята, подписывайтесь на канал, кому интересно. Всем пока. До встречи.